Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые телесрители! Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию»! Ах, знал бы инженер Попов, изобретая радио, что программа «Угадай мелодию» будет идти по телевидению, он заодно изобрел бы его. Но в те годы было, к сожалению, не доугадывания мелодии, и Попов ограничился только радио. Но 7 мая остался нашим общим праздником, праздником радио и телевидения. И сегодня мы отмечаем его. Пора начинать сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Фильминга! И, конечно же, конечно же, игроки нашего сегодняшнего праздничного выпуска программы. Доброго доброго, уважаемые игроки! Прошу вас занимать у вас игровые места. Начинаем! Начинаем! Начинаем нашу игру! Уважаемые игроки, мне очень приятно, что вы, наконец, нашли время, потому что давно-давно-давненько мечтал я заполучить именно вас и мучить, и мучить, и мучить вас своими музыкальными вопросами. Знакомьтесь, участник под номером 1 – Леонид Портёнов! Программа «Намедни» и программа «Герой дня». Участница под номером 2 – Юлия Бордовских! Самый очаровательный спортивный комментатор отечественного телевидения! И, конечно, третий участник – Игорь Угольников! Опа-на! Угол шоу! Итак, уважаемые игроки, добро пожаловать, добро пожаловать в наш светлый, светлый, уютный павильон, где всегда прекрасная погода, где всегда звучит хорошая музыка и где всё-всё-всё располагает к хорошему настроению. Я объявляю начало первого тура! Итак, настроение у вас сегодня праздничное, равно как у меня. Всё-таки наш-наш-наш-наш день. Леонид, вы участник под номером 1, ближайший ко мне. Выбирайте любую категорию. Город мой. Город мой. Категория номер 4 означает, что в названии песни есть указание на какой-либо город, пусть даже не существующий. Может быть, город отечественной, а может, город и зарубежный. Нота, в которую бы вы хотели сыграть? Леонид, нота, в которую бы вы хотели бы сыграть? А я не знаю. А в любая? От одной до четырёх? Три. Нота номер три. 40 рублей за правильный ответ, а рубль нашей сегодняшней программе будет равняться 10 бельгийским франкам! Нет, пока не нажимайте. Как только зазвучит музыка, Леонид, и вы поймёте, что вы знаете эту мелодию, тогда нажимайте. Итак, 40 рублей за правильный ответ. Слушаем музыку. Да, Леонид. Ты никогда не бывал в нашем городе светлым. Лучший город земли, конечно! Прекрасно, прекрасно, прекрасно. А ведь строили из себя немного рассеянного человека. Вы же акула, акула в нашей сегодняшней игре. Итак, Леонид, ваш выбор в дальнейшем. Прошу вас. Первая нота. Категория «Город мой». Насколько я понимаю, я твоя нота. Леонид, привидимые поздравления. Прекрасное, прекрасное знание. В категории «Город мой». Юлия, Игорь, пора, пора, пора играть, пора составлять. Конкуренцию Леониду. Леонид, прошу вас, выбирайте. Четвёртая нота. Нота номер 4 в категории «Город мой». Немногословен был Леонид Парфёнов. А теперь послушаем. У Юлии готов ответ. Иваново. Иваново, город невест, конечно! Ну вот, 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 и сбывают свои предсказания. Юлия уже строит, строит конкуренцию. Составляет, вернее, простите, конкуренцию Леониду. Игорь, ну ждём вас. А, я теперь? Нет, не вы, Юлия. А вы нажимаете красную кнопку, когда узнаете мелодию. Юлия, прошу вас, выберите. Я выбираю хиты 90-х. Хиты 90-х выбирает Юлия Бордовских. Песни популярны, подождите, в наших 90-х годах. А теперь скажите номер ноты. Номер один. Нота номер один. Слушаем музыку. Ну, в конце концов, не зазорно просто постоять в нашем павильоне и послушать музыку. Это была песня «Звон». Музыка написал Андрей Сапунов. Не знали? А-а-а-а. Ну так, Игорь, Игорь, теперь вам выбирать. Прошу вас. Я буду играть музыку на ТВ. Играть будут все, с вашего позволения. Я вас попробую. А вы выберите категорию музыку на ТВ. Нота. Нота номер один. Нота номер один. Слушаем. У Игоря готов ответ. Эль-клуб. Эль-клуб, абсолютно верно, конечно. Аплодисменты, аплодисменты, Леонид. Я вас тоже бы попросил поаплодировать Игорю. Все-таки ведь угадал. Все-таки практически по первому аккорду. Игорь, куда дальше? Э-э-э, ням-ням-ням-ням-ням. Давайте добьем «Город мой». Добьем категорию «Город мой». Ну что ж, добиваем. Слушаем музыку. У Игоря есть ответ, да? На недельку до второго. Я уеду в Комарова. А кто сказал, что Комарова не город? Конечно, Игорь, прошу вас. Куда дальше? А-а-а, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Эти люди, эти люди чистыми голосами ведут программу. Хиты девяностых. Хиты девяностых. Нота. Четыре. Нота номер четыре. Слушаем. Это группа «Несчастные случаи». Поет песню. Сейчас она называется. Игорь, про зимние, про зимние. Из зимнего цикла группы «Несчастные случаи». Снег идет. Снег идет. Абсолютно верно. Группа «Несчастные случаи». Да, угадано. Игорь, поздравляю. Прекрасное знание. Нет, но все-таки отвечали-то вы, и ответ засчитан именно вам. Ответ верный. Куда дальше? Да, боже мой. Давайте хиты девяностых еще. Давайте хиты девяностых. Нота? Какую ноту, говорите? Три. Да, нота номер три, подсказывает Юлия. Игорь, и мы слушаем ноту номер три. Да, Игорь. Что-то там по-немецки. Академия, когда ты пошел на базар, купил глобасу, что-то такое. Игорь. А пиво, кружки, а пиво. Куда он пошел? За? За? За пивом. За пивом, совершенно верно. Абсолютно верно. А когда мы пошли за пивом? Уважаемые граждане, это первый тур нашей программы. Заканчивается, заканчивается очень хорошо. Все вы уже почувствовали первый вкус победы, первый вкус угаданных мелодий. То ли дело будет во втором туре, в котором я увижу с вами через несколько мгновений. Прошу вас, зайдите на подиум. Вас увезут, чтобы обязательно, обязательно, обязательно привезти в наш павильон. Напоминаю, сегодня мы празднуем праздник радио и телевидения. И игроки у нас соответствующие. А я болею от радио. Радио поет группа «Несчастный случай», музыка, которая прозвучала в первом туре. А я добавляю от радио и телевидения. Итак, сегодня праздник. Сегодня день радио и телевидение. Второй тур программы «Локодай мелодию». Встречайте наших игроков. Леонид Артонов, Юлия Бордовский, Игорь Угольников. Как приятно, как приятно видеть эти милые лица в нашей программе. Добро пожаловать. Мы начинаем второй тур. Итак, уважаемые игроки, уважаемые игроки, я счастлив, 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 что продолжаю, продолжаю таки мучить вас своими музыкальными вопросами. Но надеюсь, что это мучение для вас приятно. Я объявляю начало второго тура. Итак, лидером по итогам первого тура является Игорь Угольников. Все-таки программа у него не только юмористическая, но и музыкальная. А это что-то дозначит. Игорь, я поздравляю вас, вас 120 рублей. Это больше, чем Леонида. Леонид, только не упадите с музыкального игрового места. Итак, это больше, чем у Леонида и у Юлии. Рубль сегодня равен, напоминаю, 10 бельгийским франкам. Игорь, именно вам-то и начинать, пока Леонид придирчиво осматривает табло игроков, именно вам-то и выбирать первую категорию. Прошу вас. Популярная классическая музыка. Популярная классическая музыка. Где говоря, номер один, там популярная классическая музыка. Хотя популярная классическая музыка. 50 рублей стартовая цена, сейчас она будет возрастать с первыми же аккордами. Слушаем. Игорь нажал кнопку первой, да. Челкунчик, конечно. Челкунчик, конечно. Аплодисменты. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Куда дальше? Игорь. Эй. Попробуем еще раз в этой же. Конечно, попробуем. Слушаем музыку. Первым был Игорь. Кармен. Кармен, конечно. Абонера. Игорь, куда дальше? Ну, вы пойти название категории. Сейчас, ну сейчас, сейчас. Оркестровая яма. Оркестровая яма. Вы уже выбрали ее. Будем считать, что уже выбрали. У нас же столько правил. Итак, оркестровая яма. В названии песни есть указание на какой-либо музыкальный инструмент. Может быть, старый рояль или новый клевсин, балалайка или даже контрфагот. Не знаю, может быть, есть песня с таким названием. Итак, 50 рублей стартовая цена. Слушаем музыку. Да, Леонид. В городском саду играет духовой оркестр. Прекрасный ответ, Леонид. Прошу вас, выбирайте. Давайте еще оркестровую яму. Давайте еще оркестровую яму. Послушаем. Да, Леонид. Вседорас, свет. Одинокая гармония. Одинокая продвит гармония. Энциклопедично я бы даже заметил. Прекрасный ответ, Леонид. Куда дальше? Туда же. Туда же. Слушаем. Да, Юлечка, да, да, да. Это Раймон Фаулс, по-моему. Да, конечно. Ну. Ну как там поется? Пианиста. Полюбите пианиста, конечно. Ведь от волнения даже я дал петуха. Итак, Юля, прекрасный ответ. Я этого ждал, ждал, ждал. Ну, Дерь, выбирайте, прошу вас. А что такое цветные ноты? Выберите. Я выбираю. Итак, Юля выбирает категорию цветные ноты. Там песни о цветах. Не о цветах, которые растут и пахнут, а о черном, красном, зеленом, серо-буро-малиновом цвете. Этот цвет присутствует в названии песни. Слушаем музыку. Да, Леонид. И хоть я не встречал в Африке раз... Оранжевый галстук! Конечно! Леонид, прошу вас, выбирайте, выбирайте, выбирайте. В Африке раз цвет. А в оркестровой яме мы все выкопали? Нет, еще есть. Еще есть. Хотите? Давайте. Поехали, слушаем. Мандолина, гитара и бас. Да, да, да. Игорь, прошу вас, выбирайте. Оркестровую яму есть еще? Нет, нет, все закончилось. Музыкальную копель попробуем. Музыкальная копель категория номер 2 означает песни 60-х годов. 60-х вживых. Выбрали, так держитесь, слушаем. Да. Адресованная другу ходит песенка по кругу. Ходит песенка по кругу, конечно. По кругу, круглая земля. Конечно, конечно. Леонид, прошу вас. А вот давайте дальше тогда капать. Я чувствую, что вы нащупали своего конька. К ужасу, к ужасу ваших соперников. Но нет, мы сначала все гребли из ямы. Неужели в самом деле не хватило им недели? Выходной! Да! Да, да, да. Леонид, ну просто с вами сладу нет никаких декорий. А без мамы и без папы это что за выходной? Без мамы и без папы что за выходной? Что за игра без таких замечательных игроков? Прошу вас. Четвертый. Слушаем. Первым был Леонид. Это белая метель. А когда придет капель, я дорожку замету. Золотую карусель потихоньку заведу. Конечно! Дорогие друзья, наступает страшный момент. Ужасный. В моей личной жизни. И я думаю, что в жизни всей программы Юлия, 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 по результатам второго тура, который только что закончился, вы покидаете нашу программу. Жизнь замирает. Замирает, замирает. Но я надеюсь встретить вас. Все-таки мы работаем вместе в одном здании на телецентре. Юлия, спасибо огромное за вашу замечательную игру. Леонид, Игорь, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на бодиум. Ах, 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 как я ждал. Как я ждал того момента, когда Юлия Бордовский выйдет в финал и возвестит всему миру о своей победе. Но значит, или Игорь, или Леонид. Ну что ж, дорогие друзья, Леонид Парфенов и Игорь Угольников, хотя безжалостные акулы телевидения, вытеснили беззащитную юлочку Бордовских с игровой площадки. Ну что ж, а мы вынуждены, вынуждены продолжать игру. Итак, третий тур программы «Угадай, молодец». Встречайте, Леонид и Игорь, они уже с нами. Добро пожаловать, дорогие друзья. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Начинаем, начинаем, начинаем в этот праздничный день третий тур. Одну секунду. Минуточку. Композитор Раймонд Спауз. Стихи Яниса Петерса. Да, маэстро. Ночью, Валдис, вдаль плывет по синим рекам. Утро, Валдис, гаснет без следа. Именно гаснет. Это подарок тебе. Достаточно. Спасибо огромное, друзья. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Спасибо огромное за этот музыкальный подарок. А я-то все время хотел узнать, кто же это в хоре «Кукушечка» то поет. Так вот у него, то не звезды, звезды детского мелодичного пения. Заметьте, после ломки голоса все-таки какой-то музыкальный слух у них остался. Итак, дорогие друзья, вы в третьем туре программы «Огода и мелодия». Я поздравляю вас. Вы прошли испытание первого-второго тура, закалку. Итак, Леонид, у вас 561 рубль, а рубль сегодня равен 10 бельгийским франкам. Не смотрите туда, там ничего пока нет. Вы лидер, вы лидер по итогам первого двух туров. Вам начинать торги после того, как вы прослушаете мою подсказку. Песня о нежных чувствах к мегаполису. Прошу вас, Леонид, начинайте. Мегаполису — это к большому городу. Я угадаю семи нотов. Я бы так сказал. Ну хорошо, тогда угадывай семи нотов. А надо потом нажимать. Нет, нажимать не надо, дорогие чухонские друзья, потому что акцент у ребят явно эстонский. Итак, Леонид будет угадывать песню о нежных чувствах к мегаполису «Семи нот». Слушаем. Дорогая моя столица! Золотая моя Москва! Конечно, 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 конечно! Игорь, 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 но зачем же вы так рано ушли с торгов? Вы думаете, Леониду было сложно угадать? Нет? Итак, подсказка номер два. Песня о столице ближнего зарубежья. И, Леонид, вы опять начинаете торги. Прошу вас. Ну, с семи-то я ее угадаю. Ну, я тогда попробую с шести, тогда. Ну, мне придется тогда. С пяти, ты понимаешь? А что делать? Не вопрос, базаров нет. Это в смысле угадывай, Игорь? Конечно. Конечно, и так, песня о столице ближнего зарубежья. Пять нот угадывает Леонид. Две лица, сходи с мельска гифага ху. Он это даже по грузинке знает. Конечно, песня о милиции. Прекрасный ответ. Два ноль, два ноль в пользу Леонида. Вы знаете не только по-эсконски. Отлично, да. Отлично. Песня о фанатичных солдатах революции. Прошу вас, Леонид, вы начинаете. Боже мой. Это «Навстречу выборам» называется. Ну, с семи. Ну, шо ж теперь? А я попробую с шести, потому что ты все отгадываешь, с тобой очень трудно. Попробую с шести еще. Это там песни простые. Тогда с пяти. А что же, мне тогда приходится с четырех, что ли, отгадать? Я буду с четырех отгадываться. Ну, с четырех-то я бы отгадал. А с трех как? А с трех? Ну да. С фанатичными солдатами революции? Нет. Нет. Итак, Леонид не решился. Песня о фанатичных солдатах революции. Эту песню будет угадывать Игорь с четырех нот. Слушаем. Комсомольцы, добровольцы, я добровольцы. Конечно, два мин. Игорь, поздравляю, поздравляю. Первое, первое очко на вашем счету. Подсказка номер четыре. Песня о превосходстве любимой по всем статьям. Прошу вас, Игорь, начинайте. Я угадаю эту песню вместе с любимой практически из семи нот. Вот я фактически с шести просто запрошу. А я практически продолжу с пяти. Ну, я с четырех, вот просто элементарно. А я... А я с трех. Итак, назначена самая высокая цена. Три ноты, песня о превосходстве любимой по всем статьям. Слушаем. А это просто его очередь была на три. Они прозвучали, Игорь. Три ноты. По-моему, Леонид уже не жалеет. А любимый Аля-то? По-моему, Леонид уже не жалеет, что отказался. Да? Не жалею. Ой, не забываю. Игорь, прошу вас. Раз, два, три. Грусть и радость моя. Так называлась эта песня. Ты всех милее, нежнее, ты прекраснее всех. Там были такие замечательные слова. Еще становится три-один. Три-один, пользу Леонида. Игорь, я благодарю вас за замечательную игру в нашей программе. За ваше замечательное пение. За ваше знание латышских стихотворцов. Спасибо огромное, Игорь. Спасибо. Мне очень приятно, что вы играли с нами. Я говорю вам до свидания. Леонид, увидимся. Супер-игре. Итак, Леонид Борфенов что-то мне подсказал, что именно этот человек выйдет в мир. И он, как видите, вышел, потому что он прекрасно знает музыку. А как же иначе? Все-таки телевизионная куба. Итак, дорогие друзья, финал, кульминация, апофеоз, апогей или апогерий. Да называйте, как хотите. Супер-игра, программа «Угадай мелодию». А в ней супер-игрок Леонид Борфенов. Встречайте, встречайте, встречайте этого супер-стиви-ведущего. Сегодня супер-игрока нашей сегодняшней программы. Только он в финале, только он победитель. Ну так аплодируйте ему, не жалея ладони. Сегодня все-таки наш праздник. Леонид, я поздравляю вас. Вы в финале, вы победитель. У вас 561 рублика. Рубль сегодня равен 10 бельгийским франкам. С огромной радостью приплюсую еще 500. Если за 30 секунд вы угадаете себе мелодии, знаете, можно пропускать. Но нельзя ошибаться. Итак, правила вам известны. Мы еще раз аплодируем финалисту нашей сегодняшней программы. Леонид Артенов. Человек-легенда, человек-три. Почему это не пришло в голову, это сравнение? Итак, Леонид, я от всей души, как коллега коллеги, желаю вам удачи. Вы готовы? Да. Поехали. С катертью, с катертью, да. А в садов, наверное, конец, в другой вагон. Дальше. Леонид, лучше нажмите на кнопку, помните о времени. Не знаю. Вы потеряли много времени. Дальше. Ты морячка, я моряк. Ты морячка, я моряк. Да, да. Дальше. Хорошо. Хорошо, конечно, отлично, просто отлично. Дальше. Джон Грейм, Матвея Блантера. Кэнси была прекрасна, абсолютно верна. Дальше. Да. Не знаю. Не знаете, дальше. Не знаю. Да что ж такое, Леонид. Ну что ж, возвращаемся к первой пропущенной мелодии. Слушаем ее. Здравствуй, мир. Здравствуй, друг. Здравствуй, песен. Светлый круг. Да, но, к сожалению, 30 секунд пролетели слишком быстро. В любом случае, Леонид, я поздравляю вас, потому что именно вы стали финалистом и победителем. нашей программы. Именно вам, именно вам аплодисменты зрительного зала. Леонид, позвольте, знак вашего замечательного, потрясающего участия в нашей сегодняшней программе вручить от программы «Угадай мелодию» из-за... Арифлейм – это высококачественная натуральная косметика из шведской Арифлейм. Это косметика для мужчин и женщин, для всей семьи, для любого типа кожи, для любого возраста Арифлейм. Сделайте свою весну вечной. Леонид Парфенов, Леонид, Леня, я поздравляю вас еще раз замечательной игрой. Ну, давайте, 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 конечно, аплодисментами проводим Леню. Леня, еще раз с праздником. Уважаемые телезрители и вас, я обязательно поздравляю с этим праздником. С днем радио, телевизия, прекрасное настроение, хороший вечер. Я уверен, что мы недаром провели вместе время. Ну что, на этой высокой мажорной ноте я обращаюсь с вами. До встречи. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова